Внимание! Говорит Москва! Началась Великая Отечественная война Советского народа против немецко-фашистских захватчиков! Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами! Время! 14 июля в 20 километрах от Кингисеппа на стыке 191-й стрелковой дивизии и Ленинградского пехотного училища врагу удалось продвинуться по направлению к Ленинграду и начать переправу через реку Луга. Прибывший в этот же день полк 2-й дивизии народного ополчения сходу вступил в бой и после нескольких контратак отбросил противника, освободив среднее село. Носовая и понтонная переправа немцев через реку Луга уничтожены. Успешно продолжается наступление войск Западного фронта на Бобруйском направлении. Передовые части 21-й армии вышли на рубеж 25-го километра южнее города Бобруйск. Для противодействия наступлению наших частей противник вынужден отвлекать существенные силы, действующие в направлении Смоленска. Механизированные части 5-й армии Юго-Западного фронта блокировали транспортные коммуникации в 30-ти километрах западнее Житомира, оттянув на себя 6 пехотных и 2 моторизованные дивизии противника. Скованные боями в районе Житомира, эти части вермахта не смогли участвовать в наступлении на Киев. В этот день начался боевой путь реактивных артиллерийских установок, названных в народе «катюшами». Первая батарея этих установок под командованием капитана Флёрова произвела под Оршей первые залпы. Нередкими становятся случаи взаимодействия бомбардировочной и штурмовой авиации с тактической фронтовой разведкой. Так, 14 июля разведчики-красноармейцы во время поиска в тылу противника обнаружили тщательно замаскированную засаду 16 танков. Фашисты расположились на пути вероятного контрудара советских войск. Разведчики оперативно передали информацию, и засада была уничтожена звеном бомбардировщиков. Налет советских самолетов был для врага настолько неожиданным, что ни один экипаж фашистских танков даже не успел завести двигатели. Вечернее сообщение софт-информ-бюро за 14 июля. В течение 14 июля продолжались бои на северо-западном, западном, юго-западном направлении. Наши войска противодействовали наступлению танковых и моторизованных частей противника и неоднократными контрударами наносили врагу тяжелые потери. На западном направлении в результате действий наших войск и авиации уничтожено до 100 танков и много автомашин противника. На юго-западном направлении наши войска разгромили крупную часть врага численностью до 3000 человек. Захвачено много орудий, пулеметов, автоматов и другого вооружения. Наша авиация в ночь на 14 июля и днем атаковала авиацию противника на аэродромах и наносила мощные удары по его танковым и моторизованным войскам. Результаты воздушных боев и действия нашей авиации уточняются. Вечером 12 июля в Балтийском море были обнаружены германские транспорты с войсками и танками, охраняемые сильным отрядом эсминцев, стражевых кораблей, торпедных катеров и истребительной авиации. Краснознаменный Балтийский флот рядом последовательных ударов авиации, кораблей и береговой обороны нанес противнику крупные потери. Потоплены два эсминца, 13 транспортников и баржи с танками. Кроме того, получили сильные повреждения и горят 13 транспортов и один эсминец. С нашей стороны потерь в кораблях и самолетах нет. 23-й день войны подошел к концу. До победы оставалось 1395 дней.